Всем привет! Вы смотрите новости Универ Ньюс в студии Анны Глазунова. Я расскажу вам о самых интересных и ярких новостях из жизни студенчества. Итак, сегодня в выпуске. Как в Казанском университете развивают онлайн-образование. О мифах лекарств и вакцин рассказал в КФУ врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов. Студенты Казанского университета отправились на поезде здоровья в Зеленодольск. 18 февраля прошло очередное заседание ректората Казанского федерального университета. На нем были подняты как темы, касающиеся независимой оценки качества работы профессорско-преподавательского состава КФУ и мониторинга обучающихся подготовительного факультета университета, так и вопросы, относящиеся к проведению юбилея КФУ и года Ивана Михайловича Симонова. Стоит отметить, что ректорат прошел в Высшей школе исторических наук на Левобулачной 44, где недавно была проведена модернизация учебного здания. Члены ректората смогли по достоинству оценить техническое оснащение зданий и его новое эстетическое оформление. Подробности мы расскажем в следующем выпуске. А мы продолжаем. В Казанском федеральном университете провели стратегическую сессию развития онлайн-образования в КФУ. О том, как его необходимо развивать и с какими проблемами приходится сталкиваться, расскажем все подробности в следующем сюжете. В Центре магистратуры Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета обсудили развитие онлайн-образования. В рамках стратегической сессии были обозначены главные задачи, которые стоят перед университетом. Это выстраивание системы управления, организация процесса разработки онлайн-курсов, а также внедрение онлайн-образования в различные образовательные программы. Проектированием того, каким образом должны быть выстроены эти процессы в университете, занимались преподаватели и руководители. Нам очень важно, чтобы они сами нам сказали, с какими проблемами они сталкиваются на местах и каким образом эти проблемы могут решены. Сегодня перед ними стоит задача выработать в конце дорожную карту развития онлайн-образования в КФУ. Мы понимаем, что это будет проект, мы будем его еще в процессе дорабатывать, но это та программа максимум, которую мы сегодня перед собой ставим. Онлайн-образование в КФУ развивается очень активно, особенно в рамках дополнительного профессионального образования. В настоящее время в КФУ функционируют две площадки, работающие на платформе ЛМС. Первая площадка необходима для создания и тестирования курсов, а вторая – для обучения студентов и слушателей курсов, разработанных преподавателями. Сейчас, конечно, стоит задача внедрения онлайн-элементов в смешанное обучение в длинные курсы, в длинные программы. У нас действует своя собственная ЛМС-платформа с системой управления образованием. Установлена у нас отдельная лаборатория для съемки видео, значит, контента для этой системы. Сейчас очень важно, чтобы мы смогли качественно, структурированно разработать такие хорошие длинные программы, которые будут логичными и которые будут эффективными. Перед участниками стратегической сессии были поставлены задачи, которые они совместно проектировали и решали. В настоящее время вузы российские, мировые, они активно внедряют эти технологии онлайн-образования. Это во-первых. Во-вторых, мы видим очень большой спрос странных студентов на это. Мы видим, что они живут в сети, проводят большое количество времени онлайн. Мы должны там активно присутствовать в части образования. То есть мы должны предлагать студентам современные качественные образовательные продукты. Главная цель внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в университете – это повышение эффективности учебного процесса и продуктивности научно-исследовательских работ. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Популяризатор доказательной медицины, врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов выступил в Казанском федеральном университете. Его лекция состоялась в рамках недели науки и вызвала большой интерес аудитории. Подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента Валерии Муратовой. Казанского федерального университета «Ошибаются те или иные исследователи, как они это потом эксплуатируют в СМИ и откуда возникают или иные мифы». На выступлении лектора присутствовал ректор КФУ Ильшат Гафуров, проректор КФУ по биомедицинскому направлению Андрей Киясов, а также сотрудники и студенты университета. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы в первую очередь студенты поняли, что нет абсолютных истин. И я всегда на лекциях даю источники, то есть я указываю, на что я опираюсь. И мне очень хотелось бы, чтобы студенты умели работать с информацией. Потому что я понимаю, конечно, что сегодня есть интернет, но когда его открываешь, перед тобой море развиванное. И очень тяжело отфильтровать, даже для человека со специальной подготовкой, очень тяжело отфильтровать нормальную, настоящую, адекватную информацию. Кроме того, медицинский блогер рассказал о многолетнем и многофазном пути создания препаратов и о сложных фазах регистрации клинического исследования. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универ Ньюс. В Елабужском институте Казанского федерального университета выдались продуктивные выходные. Участниками нескольких мероприятий стали дети и подростки. Что их ожидало, расскажем в следующем сюжете. Елабужский институт Казанского федерального университета стал площадкой для проведения заключительного тура межрегиональной олимпиады школьников по математике «Саммат». В ней приняли участие 48 школьников с городов и районов Татарстана 6 по 11 класс. Мы считаем, что это мероприятие нужное, важное, особенно для школьников старших классов, которые по результатам этой олимпиады могут поступить в лучшую лузу нашей страны, поскольку результаты данной олимпиады могут быть засчитаны вместо единого экзамена по математике. Также в Елабужском институте КФУ организован детский университет. Его студентам рассказали о геральдике – исторической дисциплине, занимающейся изучением гербов, и о законах природы, которыми определяются многие физические явления. То, что наши детки могут приходить сюда, слушать лекции и, скажем так, быть на мастер-классах у преподавателей университета – это просто супер. Детей ожидали и практические занятия. Студентами детского университета были сделаны поздравительные открытки, а далее их ожидало посещение лабораторного занятия «Мультстудия Пластилин Продакшн», где они научились создавать картины по технологии стоп-моушен, который использовался в пластилиновых мультфильмах. Мы делали, ну, приготовили еду, открытки, всякие украшения на практических занятиях. И мы узнаем больше, чем нам дают в школе. Артем Тубичкин, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. О том, как здорово и здорово провести выходные, точно знают студенты Казанского федерального университета. Каждый год они отправляются на лыжную базу «Маяк» в город Зеленодольск, где весело и с пользой проводят время на свежем воздухе. 2019 год не стал исключением. О самых интересных моментах расскажем вам в нашем следующем сюжете. Смотрим. 17 февраля состоялось одно из самых ожидаемых зимних мероприятий у студентов Казанского университета. Спортивно-оздоровительный выезд на базу «Маяк» в Зеленодольском районе. Сегодня это наш второй выезд. Вчера у нас здесь присутствовали студенты и сотрудники Института филологии и межкультурных коммуникаций, Института геологии и нефтегазотехнологии. Я сегодня с нами здесь, Институт психологии и образования и Институт филитальной медицины и биологии. В распоряжении студентов у нас действует прокат лыж, тюбинги и также снегоход. Ну и кроме того, свежий воздух, хорошая дружная атмосфера. Плюс чуть позже для студентов откроется точка питания, где они смогут пообедать. И потом уже какие-то веселые игры, это собственно на их усмотрение. На поезде здоровью все желающие отправились проводить выходные дни на свежий воздух, где их ожидало множество интересных развлечений. Самые спортивные катались на лыжах, снегоходе и сноутюбингах, а кто-то просто наслаждался прогулкой по зимнему лесу. Есть выбор, кому что по душе, можно просто погулять, можно взять лыжи, можно успеть на самом деле прокатиться на всех трех видах представленных здесь и успеть погулять. То бишь где-то 2,5-2 часа в распоряжении студентов, и они могут их провести как душе угодно, отдохнуть, насладиться природой. Мы успели прокатиться только на лыжах, и нам уже очень понравилось. Уже не первый год спортивный комплекс «Маяк» открывает свои двери для студентов. Однако с каждым разом ребята получают все новые яркие эмоции, заряжаются энергией активного отдыха. Все очень здорово, классно, светит такое солнышко, такая погода замечательная. Рядом близкие друзья, и в принципе я не первый год езжу на поезд здоровья. Все очень классно и все очень здорово. Все равно эмоции как бы не передать, одни и те же не будут эмоции, но каждый год все по-разному, но в принципе программа остается одинаковой. Интересно провести время здесь могут как профессионалы, так и новички. Веселые игры на свежем воздухе никого не оставили в стороне. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универ Ньюс. На этом у меня все. Смотрите на социальных сетях и не пропускайте свежие выпуски Универ Ньюс. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok